Глава 59. Здравый смысл? Подумать только! Василиск или Кокатрис, свободно разгуливающий по школе, это же уму непостижимо! Твайлайт в изумлении покачала головой и обменялась озабоченными взглядами с двумя профессорами. И он все еще может быть здесь! В истории Хогвартса не упоминается, чтобы такое существо было схвачено, а тем более убито! Аликорна вновь покачала головой. И как только он может вот так стоять и заявлять, что это самое безопасное место в Англии, когда по школе может бродить подобное чудовище? Дети обменялись обеспокоенными взглядами. — Может быть, нам стоит позвать Флутершай? — предложил Гарри. Твайлайт что-то проворчала себе под нос и повернулась к Миртл. — Для начала мне нужно подтвердить свои подозрения. Вот почему я хочу, чтобы ты поделилась воспоминаниями о том, что с тобой произошло. — Без проблем! Вымотанная девушка устало посмотрела на нее, вздохнула и пожала плечами. Твайлайт села в кресло рядом. — Закрой глаза и подумай о том, что произошло. — Вообрази это у себя в голове! Вспомни, почему ты была в туалете, что слышала, что чувствовала! — Простите, принцесса, — сказал профессор Флитвик. Твайлайт обернулась и сердито на него посмотрела. — Твайлайт! — поправился профессор. — Превращенная оликорно кивнула и улыбнулась. — Возможно, вы не знаете, но легелеменция ребенка в Англии незаконна. — Легелеменция? Ребенка? Твайлайт посмотрел на Митл. — Хм... — вздумалась она на мгновение. — Пожалуй, да. — Думаю, некоторые из вас вполне могут подумать, что то, что я собираюсь сделать, действительно соответствует вашему определению легелеменции. — Сказала она, в упор глядя на профессора. — Однако... — Обратилась она уже к ведьме. — Тебе ведь было четырнадцать, когда это случилось, верно? — И ты пробыла призраком сорок восемь лет. — Продолжила она, когда Миртл кивнула. — Значит, технически тебе сейчас шестьдесят два года. — Следовательно... — Подвела итог Твайлайт, вновь повернувшись к профессору Флитвику. — Я так полагаю, можно с уверенностью заявлять, что Миртл Уоррен достаточно взрослая, чтобы ее больше никто не мог назвать ребенком. Оба профессора нахмурились и обменялись взглядами. Технически Твайлайт была права. Миртл родилась в тысяча девятьсот двадцать девятом году, что означало, что ей исполнилось шестьдесят два года. Ее определенно уже нельзя назвать ребенком. С другой стороны, из того немногого, что Гарри успел узнать, читая историю магического мира, этот аргумент мог с легкостью оспорить и отвергнуть Визингомод, основываясь исключительно на том, что возраст ее тела не соответствует фактическому возрасту и сейчас составляет всего четырнадцать лет. А во время своего бытия призраком она и вовсе полностью прекратила стареть. Хотя по факту ее телу и трех дней не было, так что Миртл небезосновательно можно считать новорожденной. Но ведь речь сейчас шла о целом Василиске, который вполне мог до сих пор находиться в замке. Наконец, профессор Флитвик снова повернулся к Твайлэд. Только до тех пор, пока мисс Уоррен согласна и при условии, что вы ограничите круг своего поиска лишь случаем безвременной ее кончины. Твайлд посмотрела на Миртл и вопросительно приподняла бровь. А я не против. Пожала плечами ведьма и, закрыв глаза, нахмурилась, очевидно воспроизводя в памяти давнишний инцидент. Твайлд наклонилась ближе и прижала с лбом к колбу девушки. Несколько секунд спустя она выпрямилась. Что ж, похоже, это и правда был Василиска. Глаза, как Атриса, не смогли бы занять почти все поле ее зрения. — Существо, которое она видела, должно быть гораздо крупнее курицы. Так что это может быть только змея. Но в таком случае она должна быть размером... Должна быть размером... Твайлд задумчиво нахмурилась. Никак не меньше двенадцати селестиалов в длину. — Ничего себе! Поразилась результат у собственных вычислений принцесса и окинула присутствующих в комнате ошарашенным взглядом, широко раскрытых от удивления глаз. — Да она здоровенная! Видя оздачные выражения лиц всех присутствующих, Аликорна пояснила. — Это более двадцати ваших ярдов! — Так кто в конце концов выследил этого монстра? — спросила Твайлд, обернувшись к профессору МакГонагал. — Впервые в жизни слышу о таком большом Василиске. Обычно драконы съедают их прежде, чем те успевают вырасти длиннее четырех или пяти селестиалов. Профессор трансфигурации пустым, полным непониманием взглядом, тупо таращилась на Твайлд. — Двадцать ярдов? — наконец выдавила женщина, сильно побледнев, и обменялась взглядами с коротышкой профессора. — Примерно. — Насколько нам известно, никто и никогда не подозревал, что причиной смерти мисс Уоррен был как Атрикс или Василиск, — пояснил хмурящийся профессор Флитвик. — То есть вы хотите сказать, что в вашей самой безопасной в Англии школе, по всей видимости, свободно ползает Василиск, и никто об этом так и не узнал? — В ужасе уставился на него Твайлд. — За все эти десятилетия? — Ну тогда, в 1943 году, произошла серия нападений на студентов со стороны таинственного монстра, пожал плечами миниатюрный профессор. Их было несколько, но поскольку нападения обошлись без смертельного исхода, никто и не предположил, что причиной мог быть Василиск. Как Атрисы и Василиски обычно ведь убивают своим взглядом, они просто превращают в камень. К тому же, своевременно подготовленное соответствующее зелье полностью излечило все жертвы. Кроме того, никто не знал про животное, которое было бы способно превратить человека в камень, при этом не убивая его. Все произошедшее скорее воспринималось как досадное недоразумение, нежели серьезное, опасное для студентов событие, и сами студенты считали это больше вызовом, чем угрозой. Мне рассказывали, что они ежедневно после уроков часами искали это существо. И профессор Флитвик озадаченно покачал головой. Туайлот недоверчиво посмотрел на профессора. Однако после печального инцидента с миссу Уоррен, школьный совет планировал закрыть школу и начать планомерную охоту на убившего ее зверя. Но прежде чем это случилось, был пойман студент, незаконно содержавший в замке огромного и очень опасного паука. Паук в конечном итоге сбежал в запретный лес, а нападения в школе прекратились. Студент был призван тем, кто науськивал монстра, его палочка была сломана, и он был изгнан. — Пауки не убивают, обращая в камень, — скептически заметил Атвайлот. — Любой знает, что их укус не приводит к окаменению. Пауки, которые поступали бы так, не упоминаются даже в мифах и легендах. Они всегда кусают свою жертву, чтобы ввести внутрь яд. Никто не исследовал ее тела в поисках следов укусов. Или хотя бы расспросил ее призрак о том, как она умерла. — Ну, директором школы в то время был Армандо Диппет, и он счел, что поймав виновника, никаких дальнейших действий, предпринимать нет необходимости, — ответила профессор Магонгал. Тем более нападения сразу же после этого прекратились, и это давало некоторую уверенность в том, что прошлый директор был прав в своей оценке. Сам монстр прятался в запретном лесу, а тот, кто управлял им и заставлял нападать на студента в школе, был из нее изгнан. Лишившись хозяина, монстр должен был лишиться и желание нападать на людей. Время показало правоту этого предположения. — А мисс Уоррен в виде привидения появилась только через несколько недель, — добавил профессор Флитвик. И никто не подумал, что нужно дополнительно разобраться, когда появилась новая информация, просто чтобы окончательно в этом убедиться, — недоверчиво спросила Твайлот. — Да вы тут все с ума, что ли, посходили? Ну, хоть какой-то здравый смысл у вас имеется? Твайлот ошарошно таращивалась на профессоров, совершенно потрясенная их невозмутимостью и пренебрежительным отношением к столь серьезному происшествию. Она даже предположила, что их заставили игнорировать монстра и то, что он все еще жив и находится в замке. — Так, пожалуй, мне кое-что следует по-быстрому проверить, — сказала превращенная Ликорна. — Вы ведь не будете возражать, не так ли? Профессора покачали головами. Твайлот быстро кинула заклинания на преподавателей, но его результат оказался отрицательным. — Что ж, — сказала она, — в настоящее время вы не находитесь под действием какой-либо магии принуждения, заставляющей вас игнорировать это существо. — Собственно, никаких других наложенных на вас заклинаний я тоже не нашла. Профессора выглядели слегка встревоженными подобным заявлением, но явственно обрадовались озвученным ею выводом. Это заставило Твайлот невольно задуматься. Не может ли быть так, что наличие у людей магических способностей абсолютно исключало у них присутствие здравого смысла? Но Гарри вел себя вполне здраво, пусть частенько в этом можно было усомниться, когда он слепо следовал за меткоискателями в их причудливых приключениях в поисках знаков отличия. О, как же часто она ругала его за это. А тот студент, обвиненный в убийстве, он так никогда и не подвергался другому наказанию, кроме отчисления. — Его палочка была сломана, — сказал Флитвик, содрогнувшись. — Он больше никогда не сможет творить магию. И всё? Никакого наказания за жестокое убийство? Он что, заявил, что это был несчастный случай, раскаялся и был помилован министерством? — Два профессора обменялись виноватыми взглядами. — Мисс Уоррен, — медленно, словно нехотя произнесла профессор Магонагал, — была ведьмой, рождённой в семье маглов, а маг, о котором идёт речь, был всё же полукровкой. Директор Диппет считал, что сломать палочку и подвергнуть виновника изгнанию в таком случае будет вполне достаточно. Передача виновного министерству для суда выставила как его самого, так и Хогвартс в плохом свете. Он объявил это внутренним делом Хогвартса, и дело было закрыто. Директор Диппет тогда заявил, что расценивает случившееся как ужасные последствия неудачной шутки. Видимо, студент хотел, чтобы его монстр лишь превратил мисс Уоррен в камень, а не убил её. И таким образом изгнание и уничтожение его палочки были достаточными и удовлетворяющими всех наказаниям. Пока Твайлэд и остальные молча сверлили двух профессоров изумлёнными взглядами, Миртл печально кивнула, подтверждая сказанное. — И этот студент признал свою вину? — тихо спросил Твайлэд. — Нет. Он во всеуслышание отрицал, что его любимец мог когда-либо причинить вред студенту. Он утверждал, что всё это недоразумение. Обвиняемый держал это существо, назвав его Арагогом в ящике, спрятанном в замковом подземелье, и отрицал, что он или его питомец имеют какое-либо отношение к окменению. Но не похоже, чтобы директор Диппетт хоть сколько-то ему поверил. Другой студент, находящийся на хорошем счету, утверждал, что поймал виновного с поличным. Позже они даже наградили его за это. Твайлэд долго смотрел на профессоров напротив неё. — Уму непостижимо! — наконец сказала она, покачав головой. — Даже несколько минут разговора с Миртл о том, как она умерла, ясно показали бы то, что её убило было бы слишком большим, чтобы её можно было поместить в ящик, который кто-то мог унести. — И у него было два глаза, а не восемь! Твайлэд ненадолго замолчала, поджав губы. — Значит, этот ваш директор Диппетт намеренно скрыл, что произошло, и никто после не удосужился проверить, верны ли его выводы, когда Миртл наконец появилась в виде призрака? — спросила она. Профессора кивнули. — Насколько нам известно, именно так и было, — признала профессор Магонгал. — И ни у кого не хватило даже толики здравого смысла проверить, не совершил ли директор ошибки и поговорить Смиртл! Профессора вновь кивнули. — Нет, насколько нам известно, — снова сказала профессор Магонгал, бросив быстрый взгляд на профессора Флитвика. Твайлэд несколько мгновений смотрел в пол. — Так значит, человек, который на самом деле организовал смерть Миртл, избежал наказания, — заговорила она и подняла взгляд на двух профессоров. — И поскольку он остался безнаказанным, — откуда вам знать, что он не совершит подобного где-либо еще, а то и не один раз? Не дождавшись реакции от педсостава школы, Твайлэд повернулась к Миртл. — Не могла бы ты показать мне, где ты умерла? Уже через несколько минут все они собрались в туалете для девочек на втором этаже. — И вот на этом самом месте я и вмерла, — драматично заявила Миртл, распахивая дверь в кабинку, считавшуюся до того ее обиталищем, и, повернувшись к Твайлэд, ухмыльнулась. Твайлэд поблагодарила ее кивком и вошла внутрь. — Итак, ты сидела в кабинке, — сказала она, обернувшись ко всем присутствовавшим снаружи. — Ты услышала голос мальчика, говорящего на незнакомом тебе языке. Затем послышался скрежет. Рассерженно это открыла дверь кабинки, чтобы отчехвостить этого наглого мальчишку. Она изобразила, будто открывая дверь кабинки, и замерла, глядя в зеркало прямо напротив нее. И сразу же увидела два больших желтых глаза, уставившихся на тебя, после чего умерла. — Так? — Ага, — весело сказала Миртл. — Именно так все и было. Туайлот уставила зеркало. Ее отражение в ответ уставилось на нее. — А еще это шипение, как у змеи, — тихо сказала превращенная ликорна. — Как Атрисы кукарекают, значит, точно не он. Нет, остается только Василиск. — Итак, — обратилась Туайлот к профессорам, — мы определенно имеем дело с Василиском. Профессора обменялись тревожными взглядами. — Шипел? — потрясенно прошептал Флитвик. — Мальчик шипел, как змея. — Пырсил танк, — сказала Магонагал. — Но ведь считается, что только наследники самого Слизерина могут быть змеиустами. — Но вы же не думаете, — начал Флитвик, — что тайная комната реально, — закончила Минерва. Студенты обменялись оздачными взглядами, не понимая, о чем это они. Принцесса подошла к раковине и, наклонившись над ней, уставилась на зеркало, особенно тщательно разглядывая его края. Затем осторожно подняла руку и аккуратно нажала на стекло, но ничего не произошло. Тогда, отступив назад, Туайлот начала накладывать заклинания за заклинанием на зеркало, раковины, стены, пол и вообще всюду, куда она могла дотянуться магией. Магонагал и Флитвик, а также Миртл и Гермиона с широкораскрытыми глазами смотрели на невербальную беспалочковую магию, которую творила молодая принцесса. Остальные же просто глазели, мало что понимая в происходящем. Гарри попытался было отслеживать магические сигнатуры, которые накладывала Туайлот, но без особого успеха. Наконец, она прекратила колдовать. «Это не портал», — решительно заявила принцесса, многозначительно взглянув на Гарри. Очевидно, проведенные Туайлот исследования портала, ведущего этот мир, позволили ей усовершенствовать применяемые ее заклинания по поиску подобных проявлений. «Но что-то тут определенно есть. Это место пронизано необычайным количеством магии!» И глубоко вздохнув и выдохнув, она пошла вперед. Все ахнули, когда Туайлот прошла прямо через раковину и исчезла в стене. Ну, кроме Гарри. Он уже видел, как Аликорна проделывала этот трюк раньше, еще в Эквестрии. Глядя на зеркало, за которым пропала Туайлот, Гарри тяжело уныло вздохнул. «Видеть цель, но не видеть препятствий!» Он не раз пытался повторить это заклинание и всегда просто врезался в стену носом. Видимо, у него пока не было нужного уровня могущества, чтобы проделывать такие фокусы. А может, ему не хватало уверенности в том, что он пройдет преграду насквозь, а не ударится о нее снова? Может, ему сначала стоило попробовать проходить с закрытыми глазами? По идее, он тогда не будет напрягаться в тот момент, когда идет до стены. Но пока это не сработало. Казалось, он всегда точно знал, где находится стена. Это понимание всегда возникало у него точно за миг до того, как он врезался в нее носом. Внезапно несколько мест на стене ярко вспыхнули. Судя по всему, Твайла творила заклинание прямо внутри стены. А спустя еще несколько секунд она вышла из стены возле первой раковины, просто пройдя сквозь нее и зеркало, и покачала головой. «Нет, перегородка слишком тонкая для секретного прохода, а внутри нет никакого портала, только обычные железные трубы». Превращенная Аликорна снова изучила стену, затем опустилась на колени и стала внимательно осматривать раковину. «Здесь чувствуется какая-то магия, привязанная к этому месту, и она отличается от магии в остальной части стены». «Все пони, отойдите назад», — потребовала она, поднимаясь и махнув им рукой. Гарри и жеребенки быстро подчинились, потянув за собой и двух других ведьм обратно к двери туалета для девочек. Оба профессора, заметив предпринятые квестрийцами меры предосторожности, решили последовать за ними, продолжая внимательно наблюдать за действием принцессы из Атлантиды. Твайлот сделала глубокий вдох, другой, и стиснув зубы, поморщилась. Затем сосредоточилась, зажмурилась, и буквально через мгновение из уголков ее глаз начал вытекать темно-фиолетовый дым и собираться вокруг ее лба. Пурпурное облако собралось в тонкие щупальца, которые скользнули к зеркалу, а после стали опускаться вниз к крану и раковине. Гарри невольно вздрогнул. Твайлот однажды уже продемонстрировала ему эту магию, чтобы научить Гарри ее остерегаться, тем самым показывая, на какие признаки ему стоит обращать особое внимание при столкновении с незнакомым волшебством. И сейчас Твайлот его напугал ничуть не меньше, чем тогда. Профессора наблюдали за происходящим с нескрываемой тревогой на лицах. Очевидно, увиденное мало соответствовало тому, что они от нее ожидали. Остальные же смотрели попросту очарованные и творимые перед их очами волшбой, о которых никто из них до этого не слышал, не говоря уже о том, чтобы видеть нечто подобное. Видя реакцию присутствующих учеников, профессора обменялись обеспокоенными взглядами. Гарри небезосновательно подозревал, что они могли не только видеть, но и чувствовать магию тьмы, ощущать опасность, исходящую от самой ее природы. «Этот кран никогда и не работал, даже когда я была еще жива, то есть когда была жива в первый раз. Явно веселясь, поправилась Миртл. Не знаю, почему его до сих пор никто не починил». Щупальца темной магии стало толще. Обернувшись вокруг крана, она вонзилась в стену сразу за ним, постепенно становясь все толще и толще. Следующие несколько минут ничего не происходило, пока в какой-то момент пурпурное облако и щупальца, порожденные им, просто не испарились. Твайлот пошатнулась, невольно делая шаг назад, и Гарри бросился вперед и, схватив ее за руку, помог удержать равновесие. «Спасибо, у меня после этого всегда голова немного кружится», — сказала превращенная Али Корна, слабо улыбнувшись. Затем повернулась и посмотрела на профессоров. Василиск использовал для передвижения трубы в стенах замка. «Глубоко под землей, под школой и озером есть большая пустота правильной формы. Полагаю, это и есть его логово. В стенах, которые окружают логово, полно труп, и магия в замке как-то приспосабливает его размер к ним», — продолжила Твайлот, окидывая взглядом потолок и стены туалетной комнаты, после чего прищурилась, о чем-то задумавшись. «Думаю, на этого монстра наложен инвертированный вариант вашего заклинания незримого расширения, которое и позволяет ему помещаться в эти самые трубы. Но, что самое поразительное, эти трубы проложены магией. Похоже, кто-то протянул их по всему замку, позволяя столь опасному монстру незаметно передвигаться в любую точку. Более того, эти трубы были проложены вскоре после постройки замка. И превращенная Аликорна покачала головой. Кажется, от удивления у нее попросту не нашлось слов. Подняв взгляд, Твайлот снова пристально возрелась на раковину и зеркало. «В этой магии есть что-то особенное. Это не темная магия. Я не ощущаю ни малейших признаков ненависти или страха. Просто... Просто она какая-то запутанная. Как будто заклинание составлено на другом языке. Я чувствую его, но не могу разобрать!» И она покачала головой. «Теперь, когда мы знаем, где оно находится, мы можем справиться с этой проблемой. И так», — добавила она, выходя из туалета и кинув взгляд в обе стороны. «Где кабинет директора?» «Прошу сюда», — сообщил вышедший из ее спины профессор Флитвик и двинулся вперед, возглавляя процессию. Заметив, что ведьма на движущемся портрете сделала реверанс, когда они проходили мимо, Твайлайт тут же сдормозила возле него и стала рассматривать. Следующие несколько минут профессора объясняли, какую магию использовали при создании картины, а также благодаря каким хитростям люди на них нарисованные могут перемещаться из одной рамы в другую, что, изображенная на портрете ведьма, с радостью и продемонстрировала. Студенты, особенно Гермиона, внимательно слушали эту импровизированную лекцию, и им-то на все вопросы, связанные с портретами, отвечали далеко не так подробно. «О, интересно, а можно ли сделать то же самое с цветными витражами в Кантерлоте?» — загорелась идея Твайлайт, — это сделало бы их намного интереснее. Правда, не успел Гарри подумать, что ему, возможно, нужно что-то сказать, как превращенная рекордно вздохнула, а «Ладно, все это потом», — пробормотала она, отворачиваясь, и группа продолжила свой путь к директору. Следующей незапланированной остановкой стал доспех, который вдруг поклонился, когда они проходили мимо. Еще одним препятствием стали самодвижущиеся лестницы. Единственный пролет, который вел их с этажа прямо на глазах, медленно удалился в другом направлении, но, впрочем, тут же вернулся, словно хвастался своим умением перемещаться. Тем не менее, в конце концов, они все-таки добрались до Гаргурии у входа в кабинет Дамблдора всего-то через три четверти часа после того, как отправились в путь. При их приближении Гаргурия отошла в сторону и поклонилась. Проделки волшебных обитателей замка озадачили профессоров Магонагал и Фридвика. Казалось, будто замок хвастается своими возможностями перед этой тайницейной принцессой Твайлэд. — Вот оно что. Что же в этом есть смысл? — глубокомысленно произнес директор, выслушав краткий рассказ о том, что они обнаружили, и откинулся на спинку стула. Какое-то время он задумчиво смотрел куда-то поверх их голов. — Знаете, тысячу лет назад жил Салазар Слизерин. Он был одним из четверки основателей. — Наконец сказал он лекторским тоном. — И ходили слухи, что где-то в замке у него была секретная комната, в народе называли тайной комнатой. Предположительно, он спрятал в комнате какого-то монстра для защиты школы от тех, кто может причинить вред студентам, живущим тут. Он, можно сказать, должен был стать последней линией обороны. Дамблдор опустил взгляд и посмотрел на Твайлот. Уже тогда многие маглы враждебно относились к магам и ведьмам. В те далекие дни не раз случалось, что в школу поступал ученик из семьи маглов, и после своего первого же года этот ученик выдавал место расположения Хогвартса своим религиозным лидерам в тщетной попытке добиться их расположения для своей семьи. Они надеялись, что раскрыв скрытое гнездо гнусных грешников и поклонников дьявола, как христиане называли магов и ведьм, они будут вознаграждены. Директор печально покачал головой. Но обычно их убивали первыми. А затем лидеры собирали небольшую армию и ушли сюда. Это продолжалось несколько столетий, пока мы не сумели разработать маглоталкивающие чары, после чего они больше попросту не могли нас найти. «Вот почему Хогвартс и был построен как замок, чтобы противостоять любым атакам и предоставить временное убежище семьям магов, нуждающихся в нем в особенно трудные и тревожные времена», — добавил он, обведя взглядом свой кабинет. В результате, зная обо всех этих случаях, Салазар с глубоким недоверием относился ко всем маглорожденным, объявив техотребьем, не подходящим для обучения в школе. Он хотел ограничить доступ только чистокровным и полукровкам, рассудив, что если маглорожденные сумеют выжить и вступят в брак, то их дети вряд ли пойдут против школы, если будут знать, что их отец или мать, а то и оба будут наказаны за то, что задолго до того не признали свой грех обладания магией. В противном случае они столкнулись бы с вполне реальной возможностью того, что вся их семья будет казнена маглами, конечно, если только чиновники не поверят в их верность или им не удалось бы сбежать. И директор ненадолго вздумался. По слухам, Салазар построил где-то в замке секретную комнату, использовав ее как свой кабинет и держал в ней ужасного монстра, который выйдет наружу, чтобы защитить Хогварт с частной и большей нужды. «Я и сам потратил много лет на поиски этой комнаты, как и почти каждый директор или ученик Слизерина со времен основателей». Дамблдор вздохнул и печально покачал головой. Комнату так никто и не нашел. Поэтому она считалась просто легендой, мифом. Неудивительно, что мы не могли ее отыскать. Она была не в замке, а глубоко под ним. Увы. Но даже то, что мы теперь знаем, где она находится, не принесет нам никакой пользы. Мы не можем до нее добраться. В тайную комнату не ведут никакие проходы, которые можно было бы обнаружить физически или при помощи магического поиска. За все это время мы использовали много поисковых заклинаний, и ни одно из них ничего нам не показало. Салазар проделал изумительную работу по сокрытию своей комнаты от обнаружения. Добавил директор, опять печально покачав головой. Какое-то время Твайлетт буравила директора пристальным взглядом, а затем отстраненно посмотрела в окно. — Я знаю, что пожалею о том, что скажу это. Буркнула она себе под нос, скачая головой, после чего снова повернулась к старому магу. — Вы это что, серьезно? — ревнула она, уперев руки в бедра. В ответ все, кроме директора, аж подскочили на месте. — Уверяю вас, принцесса, нет никакого реального способа попасть в комнату с Лизериной, не потратив огромное количество времени и усилий. — ответил он с мягким укором. — И мы по-прежнему можем так и не отыскать ее. В конце концов, множество магов и ведьм, а некоторые из них были весьма и весьма могущественны, пытались найти ее в течение почти тысячи лет. — Даже зная примерное местонахождение комнаты, взломать чары, которые ее скрывают и защищают, будет ненамного легче. — Ну а монстра не видели и не слышали сорок восемь лет. Он либо спит, либо и вовсе находится в стазисе, — вздохнул старый маг. — В любом случае он не является для нас непосредственной угрозой. Вместо ответа Твайлэд только приложил ладонь ко лбу и покачал головой, просто пораженной логикой, что директора, что его подчиненных. Затем повернулась и посмотрела на пару фениксов, которые сидели на насестье в углу кабинета и о чем-то ворковали, и при том, судя по всему, внимательно прислушивались к разговору. — Филамина, — не могла бы ты… Два феникса повернулись друг к другу, и у них завязывался короткий разговор. Затем Фоук скивнул и поднялся в воздух, после чего спланировал прямо к Дамблдору. Маг вопросительно взглянул на Твайлэд и поднял руку. Как только птица приземлилась на подставленную руку, сверкнула яркая вспышка, и человек вместе со своим питомцем исчезли. — И если после этого он… Твайлэд кивнул на пустое кресло, заявит нам, что не знает, что фениксы могут попасть почти куда угодно, есть только место назначения не защищено специально от них, то он либо идиот или в нагло лжет всем нам, ну или совсем из ума выжил. — В вашем магическом мире все такие же, как он! — поинтересовался Твайлэд, обернувшись двум потрясенным профессорам. — Игнорируют факты у себя прямо под носом. — В угоду некоего туманного идеала! Того, каким, по их мнению, должно быть состояние дел независимо от того, что на самом деле происходит прямо у них на глазах? Или ему просто не хватает здравого смысла? — нахмурившись, добавила превращенная ликорна, затем окинула оценивающим взглядом двух профессоров. — Или вообще все маги напрочь лишены здравого смысла? — Твайлэд предельно серьезно посмотрел на присутствовавших в кабинете шестерых учеников. — Сегодня он трижды уверял меня в истинности своих суждений, которые на деле оказались полной чушью. Она снова кинула взгляд на пустое кресло за столом. Он заверил меня, что Хогвартс безопасен для учеников, и при этом в комнате, легкодоступно для детей, у него сидит Цербер в комнате, о которой он им сам и рассказал. Он заверил мне, что дети будут подчиняться его расплывчатому предупреждению, однако большинство из них за прошедшую неделю уже успели, если не увидеть своими глазами, то узнать про Цербера, и многие из них собирались забраться внутрь, чтобы выяснить, что там дальше. А ведь он должен прекрасно это знать, если десятилетия ими руководил школой, — продолжила принцесса, начав раздраженно расхаживать туда-сюда. Любой, у кого есть хоть толика здравого смысла, знает, что дети всегда полезут исследовать то, что им советуют избегать. А буквально только что он заверил меня, что нет никакого способа получить доступ к этой мифической тайной комнате. «Причем вполне очевидно, что Феникс легко способен ее отыскать. Судя по тому, что я читал в ваших учебниках по истории, он далеко не дурак!» Твайлод, не прекращая вышагивать, посмотрел на двух профессоров, и он успешно руководил группой магов, противостоящих тем, кто пытался свергнуть министерство десять лет назад, так что не может быть совсем уж некомпетентным. «Так почему, — он не спросил Миртл!» Он просто слепо принял то, что сказал ему предыдущий директор, да и заявлять, что не стоило тратить ресурсы или время на поиски логова монстра, который сможет за считанные минуты уничтожить целое поколение детей магов! Разве целое поколение детей не стоит любых затрат или усилий? Будьесь принцесса Селестия, она бы уже разобрала этот замок по кирпичику, чтобы найти Василиска, а если бы потребовалось, то после просеяла бы всю долину через сито. Я уже молчу о том, почему у него в школе вообще хранится что-то такое, для чего охранникам нужен целый цербер! Гарри заметил, как два профессора обменялись виноватыми взглядами. В каждом из этих случаев он демонстрировал некомпетентность или умышленное пренебрежение своими обязанностями директора школы. Припечатал Твайлот, буравя профессоров взглядом прищуренных глаз. Судя по тому, что я уже увидела, его следует заменить, но это, увы, не в моей компетенции. — Что же, — наконец сказала профессор Магонагл, — после столь жаркой отповеди все еще выглядя немного виноватой. — В его защиту я должна сказать, что никто из нас, я имею в виду профессоров, так же не догадались подсказать ему попросить Фоукса найти комнату. — И не то чтобы мы не знали о несчастном случае с миссу Уоррен 48 лет назад, — добавила она кину взгляд на профессора Фритвика. Это был единственный случай, когда школу хотели закрыть до окончания учебного года. — А когда нас с Минерво нанимали, — подхватил ее коллега, — директор Диппет заверил нас, что виновное в происшествии существо сбежало в запретный лес, и его больше никогда не видели, а ученик, ответственно, за это был исключен. Никаких других подробностей нам тогда не сообщили, вот я, к примеру, даже не догадывался, что смерть Миртл не была случайной, и уж точно не подозревал, что к ее смерти может быть причастен как Атрис или Василиск, тем более если вспомнить окаменевших учеников. Никто никогда не слышал, чтобы Василиск всего лишь превратил свою жертву в камень, не убивая при этом. — Там, откуда я родом, они именно так и поступают, — ответил Твайлд, осдачно посмотрев на низкорослого профессора. — И только если убить само существо, или если кто-то разрушит статую, которой Вы стали, лишь тогда Вы безвозвратно погибнете. Глядя на их перепалку, Миртл только пожала плечами. Теперь, когда она снова была жива, инцидент уже не казался и с таким ужасным, как последние сорок восемь лет два месяца и двадцать пять дней. Твайлд вздохнула и оглядела комнату. — Что ж, я считаю, что настало время компетентной пони осмотреть этот замок сверху донизу. И, превратившись в ликорна, она стала творить могущественнейшие заклинания прямо на глазах у профессоров и студентов.